здравствуйте друзья в эфире канал new rush world с вами я и с вами я юрий гимильфарб сегодня у нас будет особенность стрим и поэтому я прошу отнестись к нему с максимальным вниманием я заранее предупреждаю дорогие друзья что даю полное право на то чтобы распространять этот стрим и перезаливать его на свои каналы это ваше право но давайте мы вначале дорогие друзья посмотрим вот на фотографию этой девочки ее зовут лиза краюхина ей год и четыре месяца она родилась 23 сентября 2018 года ей поставлена довольно страшный диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа это болезнь с которой в россии люди обречены на смерть вот я просто покажу вам ссылку в википедии и вы можете убедиться это действительно страшная болезнь и это генетическое заболевание с которым люди реально обречены лечится это заболевание только в одной клинике мира это бостон children's hospital это клиника она находится в соединенных штатах и вот в этой клинике лечат при помощи эту болезнь при помощи новейшего препарата который был разрешен к использованию только в мае 2019 года это препарата золген сма и он производит так сказать замену поломанной цепочки гена и ребенок дальше начинает развиваться сам препарат чтобы вы понимали он стоит 2 2 миллиона 100 тысяч долларов вводится он однократно это на сегодняшний день общепризнана самый дорогой препарата в мире и вот этот препарат необходимо ввести этой девочки плюс 400 тысяч долларов стоит так называемая после операционное восстановление ну я не врач я могу напутать с терминами но дело вот чем в россии этот ребенок обречен обречен на смерть и вот родители этой девочки они понимают что такую сумму и ну явно не собрать это невозможно они сделали следующее написали письмо дональду трампу вот это письмо если вам плохо видно я его зачитаю президент в сша дональду трампу от краюхиной алена александровна и краюхина алексея викторовича уважаемый господин трамп мы краюхина алексей викторович и краюхина алена александровна родители краюхиной елизаветы алексеевной 23 сентября 2018 года рождения 23 января 2020 года нашей дочке поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа это генетическое заболевание при котором происходит постепенно атрофия мышц при сохранении полного сознания у человека в россии нет лечения от этого заболевания американская клиника бостон children's hospital проводит лечение сама препаратом золгинсма который производит замену поломанной цепочки гена и в частности ребенок начинает развиваться полноценно сам препарат стоит 2 и одна десятая миллиона долларов сша и 400 тысяч долларов манипуляция и постоперабельное наблюдение ставится препарат однократно сейчас лизе один год и 4 месяца она самостоятельно переворачивается на живот держит голову сидит но не садится самостоятельно держит ложку в интеллектуальном плане она очень умная и любознательная девочка любит играть в домино и с зайчатами говорит слова мама папа баба подражает различным звуком мы многое плодотворно занимаемся с ней в российской федерации наш ребенок обречен на смерть нашей семье за всю жизнь не заработать на препарат голый золгинсма а именно благодаря ему наш ребенок может стать полноценным членом общества мы уже потеряли нашего первого ребенка в 2013 году от этого зали бы заболевания господин трамп мы в полном отчаянии пожалуйста спасите нашу лизу родители лизы краюхина и краев вот такое вот письмо на первый взгляд а почему родители не обращаются к нашему президенту владимиру путину ведь казалось бы они граждане страны и они в первую очередь должны обращаться к главе государства чтобы он как-то помог этой семье но я сразу же могу сказать что обращаться к владимиру путину абсолютно бесполезно но давайте мы дорогие друзья посмотрим хотя бы вот на эту фотографию на ней путин изображен с чужими специально отобранными при помощи фсо детьми где он стоит в каком-то храме специально отобранные дети вы вдумайтесь дорогие друзья специально отобранные дети вот для такого мероприятия но как говорится ладно эти дети специально отобранные но ладно от него сбежала жена но опять же ладно родные дочери мария воронцова и екатерина тихонова они скрываются под чужими фамилиями но тоже ладно но давайте мы с вами на минуточку задумаемся а чем занят вот в данный момент российский президент и почему я убежден что он никогда не будет помогать этой семье никогда не будет помогать этой девочки а вот дорогие друзья вы пожалуйста посмотрите на эту новость вот это вы сейчас видите депутата государственной думы главу комитета госдумы по развитию гражданского общества вопросов общественных и религиозных объединений сергея гаврилова так вот ходе круглого стола на тему историческая память духовные уроки великой победы вот именно этот господин он предложил цитирую считаю необходимым усилить уголовную административную ответственность а также ответственность сми за публичное утверждение об ответственность ссср за развязывание второй мировой войны и совершенные в ходе нее преступления против человечества фашистской германии то есть иными словами дорогие друзья этот господин он озабочен только одним победобеси и делается это вот этот вот господин сергей гаврилов вы его сейчас видите на экране он озабочен только тем чтобы подлизнуть нашему национальному лидеру исключительно в деле победобесия кроме победобесия ничего нашего национального лидера не не интересует и он на это тратит огромные деньги россия празднует на это тратятся деньги но может быть вы хотите мне возразить что вроде бы на пьянку по поводу победобесия тратится куда меньше деньги дорогие друзья позвольте с вами не согласиться а вот эта новость опубликованная на официальном сайте рбк в россии потратят почти триста сорок миллионов рублей на празднование четырехсот пятидесятилетия казачества дорогие друзья два с половиной миллиона долларов которые требуются на лечение вот этой девочки это сто шестьдесят пять миллионов рублей то есть на лечение двух таких детей хвою были были под деньги которые хватило бы на лечение двух таких детей будут потрачены на празднование четырехсот пятидесятилетия казачества вот на что будут потрачены эти деньги дорогие мои друзья и я задаю вопрос вот до того ли нашему сказочному национальному лидеру который либо молится либо занимается победобесием либо что важно он прощает долги раздает деньги щедрой рукой могучим ураганом другим а стран причем обратите внимание а кому раздается эти деньги они раздаются тем режимом где проконтролировать все это невозможно то есть я абсолютно убежден что эти деньги будут разворованы вот те которые путин раздает но он не даст эти деньги вот этой девочки а я еще одну деталь хочу подчеркнуть и это также очень важно дорогие друзья в той же свердловской области таких детей вот как эта девочка лиза их 16 человек а в россии всего таких детей 900 человек потому что приблизительно на 10 тысяч человек такова статистика вот рождается один такой ребенок один ребенок который страдает спинальной мышечной атрофии и соответственно такой ребенок обречен на смерть и для того чтобы вылечить эти 16 детей в столько свердловской области требуется два с половиной миллиарда рублей два с половиной миллиарда рублей но я напомню мы вчера с вами говорили об этом что только на приобретение двух бизнес-центров в новой москве министерство обороны потратила 3 миллиарда рублей вот на что тратится деньги и вы после этого еще по-прежнему считаете что есть смысл обращаться к путину для того чтобы он помог этой девочке но если вы и в этом сомневайтесь то я задам вам простой вопрос а что он от этого выиграет он получит какую-то благодарность электората а он на нее плевал его послушные опричники они нарисуют на выборах те данные которые ему нужны тем более что я напоминаю именно сейчас идет переделка конституции именно сейчас в россии происходит антиконституционный переворот в ходе которого вот этот вот персонаж он получит неограниченную власть уже на неограниченный срок извините за тавтологию но вы опять же вправе мне возразить но может быть это победа бесе она действительно чем-то обоснована может он в самом деле в это верит позвольте и с этим дорогие друзья с вами не согласиться дело в том что вот авиакомпания победа в казани она отказалась посадить ветерана великой отечественной войны господина халимова накупленное им место повышенной комфортности только на основании того что в случае чрезвычайного происшествия он не сможет оказаться помощь экипажу это помилуйте это забота о ветеран это так вот прикажете это понимать но было бы неправильно если бы сказать что наша сказочный национальный лидер он озабочен только этим он не озабочен он озабочен также тем чтобы преследовать людей за их политические убеждения и мстить людям за как говорится дела давно минувших дней мы на нашем канале постоянно следим за развитием ситуации в ингушетии так вот сейчас именно в ингушетии происходят новые допросы и аресты в частности 4 февраля недалеко вчера 9 человек были в ингушетии задержаны по поводу событий которые произошли я напоминаю 26 27 марта прошлого года по событиям годичной давности по сейчас вот в данный момент известно что задержанным людям в частности амирхану бекову мошкарипу батыгову исмаилу хамхоеву и магомеду барахоеву им вменяют применение насилия полицейским по статье 318 уголовного кодекса имена остальных неизвестны им вменяется вину то вот так называемое насилие к полицейским хотя на видеокадрах было показано никакого насилия не было и вот после этого дорогие друзья вы по-прежнему считаете что вот этот персонаж он будет вмешиваться в дела вот этой девочки он будет вмешиваться в дела лизы краюхиной и спасать ему жизнь нет дорогие друзья я лично считаю что решение о том чтобы обратиться к дональду трампу совершенно правильно но в данной ситуации я говорю об этом не только для того чтобы информировать вас об а для того чтобы предпринять конкретные действия друзья я не буду призывать вас донатить и собирать деньги для этой девочки потому что это в данной ситуации бесполезно сто шестьдесят семь миллионов за такой короткий срок мы не соберем а кстати и раз мы заговорили о сроках то я напомню что этой девочке сейчас год и четыре месяца с момента написания письма ей уже на один месяц больше год и пять месяцев то есть чисто формально до истечения срока когда лечение еще имеет смысл осталось семь месяцев до сентября 2020 года однако выбросьте из этого срока два месяца которые нужны на процедуры и постпроцедурные восстановления выбросьте их сразу выбросьте из этого сад то есть остается не семь а пять месяцев выбросьте два месяца на то чтобы девочка родители девочки даже если им будет дано добро они получили визу в американском посольстве прибыли на место и их устроили это не пять минут и поверьте визу в американском посольстве быстро не дают то есть остается на принятие решений два три месяца берем два два месяца для того чтобы решить жить вот этой девочке или не жить и вот именно по этой причине я сейчас дорогие друзья как раз и делаю то что должен сделать во первых я обращаюсь к президенту соединенных штатов дональду трампу уважаемый мистер трамп как я уже вот только что сказал для владимира путина жизнь этой девочки не дороже комка грязь для него она не имеет никакого значения но для вас для лидера соединенных штатов для морального авторитета всего свободного мира это тем более в год выборов это будет очень сильный пиар ход я не могу обещать вам уважаемый мистер трамп что буду размещать рекламу предвыборной кампании я просто как гражданин другой стороны не являясь гражданином соединенных штатов не имею на это не юридического не морального права я не буду это делать но вы подумайте мистер трамп как поднимется ваш авторитет если вы примете участие в судьбе этой девочки подумайте над этим уважаемый мистер трамп также я обращаюсь к тем политикам некоторые из них выступали у меня на канале которые я знаю вхожие в белый дом в соединенных штатах я не называю их имен вам решать как поступить но я прошу вас донести эту информацию до мистера трампа до президента соединенных штатов я обращаюсь к моим подписчикам к тем кто свободно владеет английским языком я прошу вас сделать субтитры для этого видео на английском языке и разместить их за себя я могу сказать что сегодня я просто не лягу спать до тех пор пока не размещу вот это этот отрезок стрима в отдельном видео также я еще раз напоминаю что я даю полное право на распространение этого видео перезаливайте его на свои каналы как хотите распространяйте в ю тубе распространяйте его в социальных сетях что хотите делайте я даю полное право в этом отношении никаких страйков от меня не будет также я обращаюсь к состоятельным людям соединенных штатов великобритании германии франции западной европы австралии новой зеландии я знаю меня многие смотрят я прошу вас помочь этой девочки более того я предлагаю вам вот с этим я готов помочь полностью с медийной поддержкой организовать специальный фонд для помощи детям которые больны спинальной мышечной атрофии я предлагаю организовать специальный фонд для этого для то потому что давайте мы будем реалистами да для президента соединенных штатов лично дональда трампа это не сумма но вылечить всех детей из других стран он физически не в состоянии я предлагаю организовать специальный фонд и вот этому фонду я гарантирую окажу максимальную медийную поддержку максимальную всю что только могу и даже через не могу я обращаюсь к моим коллегам журналистам и особенно к топовым блогерам ребята между нами иногда бывали терки это неизбежно мы иногда критиковали друг друга но вы вспомните то что говорил федор михалыч достоевский счастье всего мира не стоит даже слезы невинного ребенка ребят давайте мы забудем все вот ради этого повода все наши терки не хотите перезаливать вот этот ролик не надо сделайте свои репортажи осветите эту тему не молчите это достаточно серьезный вопрос и кстати в заключении я хочу обратиться к особого рода публики тут два момента да я знаю что мой канал выбрасывают из поиска срезают просмотры я это прекрасно знаю я знаю кто этим занимается и сейчас даже не называют эту публику но ребят если у вас осталось хоть что-то человеческое вот этот ролик и вот эту вырезку из стрима которую я сделаю сегодня не мешайте продвижению этого в тренды не мешайте распространению этой информации в ю тубе и напоследок я второе что хочу сказать я знаю что есть на ю тубе определенная публика которая развлекается тем что все вокруг объявляет постановками мошенничеством и так далее и тому подобное и занимается откровенным хейтом и троллингом я ненаивный человек и прекрасно понимаю что ждать от вас медийной поддержки вряд ли стоит но если у вас хоть что-то человеческое осталось ну хотя бы промолчите вот не хотите помогать хотя бы не мешайте потому что еще раз говорю здесь речь идет о жизни ребенка подумайте над этим и я в заключении того что хотел сказать еще раз напоминаю фразу федора михалыча достоевского из романа братья карамазовы счастье всего мира не стоит даже одной слезы невинного ребенка